Всем привет! Меня зовут Илья. Сегодня у нас необыкновенный бас-разбор. Обычно я беру одну песню, партию басовую и разбираю от начала до конца со всеми комментариями и прочими техническими моментами. Ну а сегодня мы пойдем другими путями. Мы возьмем целую группу, целого бас-гитариста и попробуем внедриться ему в мозг, в голову, понять его философию, его основные, его любимые фишки, его любимые приемы, его средства выразительности в музыкальном мире. Сегодня моя скромная история будет повстать о таком известном и знаменитейшем бас-гитаристе всех времен народов, как Лес Клейпл из группы Примус. Творчество человека прошло у меня почти полностью, хотя я знал его еще с древнейших времен, когда только начинал учиться играть, там 10-12 плюс лет назад. Люди, с которыми я шел нога об ногу, начинал, шли со мной параллельно, им нравилось, они кайфовали от его музыки, они говорили, Лес Клейпл, Лес Клейпл, там какие-то даже партии играли, тогда я узнал о нем. Но прошло много лет и никак это на меня не повлияло, я не играл ни одной его партии, но так как любому человеку нужен свежий воздух, свежая чистая вода для жизнедеятельности, впитывать в себя инфу, впитывать в себя новое, 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 для того, чтобы развиваться и не стоять на месте, я решил изучить этот вопрос и снять сегодня это видео. В этом видео я возьму несколько самых типичных и ярких партий, которые характерны для Леса, по которым можно сказать, вот-вот, это точно Лес играет, это не Маркус, не Вутон, не кто-либо еще. И разберем их основные фишки, основные нюансы, звук, техника, как их играть и что в них вообще особенного. Как у любого другого аккомпанирующего инструмента, а бас-гитара в первую очередь это аккомпанирующий инструмент, есть древнейшая проблема. Партии, аккомпанементы, они все одинаково похожи, подозрительно друг к другу похожи и все песни, они сливаются и бас-гитарист часто играет программу какую-то, например, попсу, рок, где партии похожи, одинаково меняются, только аккорды иногда. И все эти партии теряют свою, так скажем, ценность художественную в первую очередь. То есть это аккомпанементы, играешь эти картошки, в каждой песне одно и то же, в определенном стиле, разница только между стилями и в аранжировке чуть-чуть. Такие партии сложно запомнить, разве что это не супер-фееричный, мега-крутой, гениальный аккомпанемент, который все равно никто не слушает. Такая же проблема существует и у барабанщиков, когда, например, целая поп-программа, и человек играет один бит, там, два часа, там, разницы в одну синкопу. И это тоже обесценивает, так скажем, художественную составляющую. И Лес такой, это тот человек, который стукнул кулаком по столу и сказал, нет, мои партии будут каждая с художественным смыслом, каждая будет уникальная, каждая будет по-своему крутая, со своей фишкой, со своим звучанием, со своей идеей, которую нельзя будет перепутать ни с какой любой другой. Итак, что необходимо сделать в первую очередь? Достать бас-гитару, под рукой должен быть метроном, всем нам известный, любимый, включить метроном, поставить цифры 86 или 85 по вкусу, нажать play, послушать секунд 11-12, чтобы понять пульс, чтобы привыкнуть. Можно даже проиграть внутри эту музыку, представить себе. Далее, вспоминаем про правую руку, делаем движение восьмыми нотами. Если получается, то можно играть так, сколько угодно, хоть целый день. Вот такой риф, это характерный риф Лесса, характерный. Это никогда так не играл Фли, никогда не играл так Миллер, никогда так не играл Вутон, все понятно. Что нужно сделать для того, чтобы сыграть это? Во-первых, тут есть полиритмия, когда у нас одна рука действует моторно восьмыми, постоянно она задает вот эту движуху, как, не знаю, как шестеренки в двигателе, которые работают без перерыва. Это нужно понять. Дальше у нас идет нота соль, нота соль и сразу движение вниз рукой. Надо рукав, да, засучить. Вот так вот движение, хлесткий удар. И далее у нас, как только мы поднимаем удар вверх, на каждый удар у нас вверх-вниз идет по хамеру. Еще раз. И остаемся на соль, на октаву выше. Для того, чтобы не лезла грязь, я стараюсь, когда я играю соль, держать все руки на четвертой, третьей, пятой струне и зажимать только мизинцем. Таким образом я могу играть, вообще месить прям по всем нотам и ничего не будет заводиться. Здесь ювелирная работа, нужно следить за тем, чтобы не лезла грязь. У меня частенько лезет, но я стараюсь над этим работать. Плюс я играю с компрессором, потому что такую музыку вообще без компрессора никак не играть. А компрессор вытягивает всю эту грязь, все эти заводы, поэтому здесь нужно прям контролировать это. Соответственно, приглушая струны. Вот таким образом. Буквально на днях я посмотрел несколько концертов примуса, довольно свежих. И заметил, что при игре этого риффа Лес кладет большой палец по гитарному, такая гитарная тема, на четвертую струну сверху. Вот таким образом. Играет при этом вот этот ударный хаммер. Вот таким образом. У меня так построена физиология, что мне тяжело это делать. Я не могу зажать четвертую струну, потому что у меня просто мизинец не дотягивается никак. Мне некомфортно, я не могу так говорить. Но, видимо, у него рука больше, чем моя, поэтому он так может. И это неспроста, это не просто он так захотелось. На самом деле, это очень сильно упрощает жизнь. Он тем самым большим пальцем глушит четвертую струну. И при игре вот этого хаммера... Мне, например, приходится вот так делать. Ставить еще вот этот палец, и вот этот вот сюда я как-то пытаюсь здесь. Потому что у меня просто так не получится. Я ставлю эти пальцы, чтобы прижать, чтобы заглушить. И тем самым я трачу на эту энергию больше. У меня не получается такого удара, как у Леса. Просто не получается физически, потому что я не могу тут глушить так. Он глушит так и может спокойно по всем лупить струнам. И давать более хлестки, чем у меня, момент. Вот тут физиология решает в этом моменте. То есть у него получится в любом случае лучше, чем у меня. Только потому, что у него больше рука. И он может глушить еще здесь струны. И тем самым расслабиться. Может лупить по всем струнам. И делать этот хаммер более мясисто, более правильно. Следующий риф. Один из самых узнаваемых у Леса Клэпмана. Это Tommy the Cut слэповый движушный риф. Который играется в довольно быстром темпе. В очень быстром концертах. Но это одна из тех историй, когда в медленном темпе играть сложнее гораздо, чем в быстром. Как и многие слэповые партии. Мы поставим темп 100. В метрономе. Также 12 секунд послушаем. Привыкнем к темпу. И изобразимся ее творения Леса. Вот такой риф. Мы играем в медленном темпе его, чтобы понять. Как-то довольно давно один из моих друзей-музыкантов, кстати, очень хороший, сказал мне одну такую мысль. Очень интересную, которой я особо не прислушивался. Но сейчас я понял, о чем она. Он мне сказал. Знаешь, самые лучшие мелодии, самые лучшие рифы и линии, они не лежат на поверхности. Их нужно найти. Их нужно вывернуть пальцы так, чтобы было больно. И самые крутые вещи именно скрываются там, в этой вне логики. И, как мне кажется, у Леса эта теория очень даже работает. И он, мне кажется, мыслит где-то около этого. Очень близко к этому, по крайней мере. Что же в этом рифе аналогичного и необычного? Начинается все вроде бы нормально. С квинты. Традиционный для Леса вверх-вниз. Опять же, физиология, физиология, техника. Здесь у нас средний палец я кладу на третью струну. Тем самым уменьшаю количество говна вылезающего. Но у меня не позволяет, опять же, физиология ставить сюда большой палец по гитарному и глушить четвертую-пятую струну. Поэтому у меня в рифе всегда существуют такие точки, когда я ребром большого пальца начинаю давить на четвертую-пятую. Вот как здесь. Я прикладываю четвертую-пятую и контролирую. У меня несколько точек в каждом рифе. Если это пяти- или шестиструнный бас, здесь сложно с этим делом. И эти точки я контролирую ребром. Соответственно, если она начинает заводиться где-то, то эти точки это все глушат и не дают разрастить говнецу. Поэтому это тоже учитываем. Если вы не можете так глушить, я не могу, поэтому мне приходится извращаться. Вот здесь вот я извлекаю хаймеры соль-ля и фа-соль. Далее начинается вся суть этого рифа. Когда мы доходим до ноты-ля, играем как в интервал септимау. Вот такая фраза получается. И здесь миллион нелогичного. Конечно, в большом темпе все съедается и не слышно. Но, если бы мысль была в другое направление, если бы здесь был набор стандартных ходов, то риф бы не был таким однозначно. Не был бы, звучал бы по-другому, воспринимался бы по-другому. Поэтому вот в этих вот необычных, которые у фли не встречают таких ходов. Когда у нас идет октава обратно, потом еще септима. Это довольно редко встречающиеся в слэпе ходы, они нетрадиционные. И у Леса, как будто он ищет вот это вот, в партиях проскаясь какой-то поиск вот этого вот того, что другие не играют. Как будто как протест, как андерграунд. И такие рифы звучат по-другому, даже если вроде бы в разгоне они как обычный слэп, но идея-то другая. Если посмотреть на проблему очень свысока, глобально, то лично мне кажется, лично я для себя выделил два подхода. К сочинительству музыки, к игре, к исполнительству. Первый подход это математический, второй подход это художественный. Математический это когда все у нас по гаммам, все у нас 1, 2, 3, 4 по оборотам, 1, 6, 2, 5 в джазе. Свои обороты есть в блюзе, 1, 4. Это математика, это выверенное, это все продуманное, традиционное звучание. И второй подход художественный, он, как мне кажется, лично по моим наблюдениям, он свойственен людям, например, самоучкам, которые просто творчески подходят к своей музыке, к своей игре. Они играют какие-то эмоции, играют какие-то явления, играют какое-то настроение. Например, сыграют, я не знаю, как китайские крестьяне собирают рис на ферме или какие-то определенные вещи. У них, они в меньшей степени опираются на какое-то знание гармонии, на какое-то знание теории. У них подход супер художественный, образы, они мыслят образами. И это очень крутой подход, лично мне его не хватало и сейчас не хватает. Я стараюсь как-то пытаться развить себя, в том числе и тем, что изучаю игру Леса. Это очень крутая тема в направлении художественной, потому что, наверное, очень художественная музыка, очень образная, это миллион ассоциаций, это ассоциативное мышление. Даже можно посмотреть на клипы, на какие-то, это постоянно, он как Сарвадор Дали практически, рисует картины. Недаром я заговорил о художественном подходе, так как мы постепенно подбираемся к последней вещи, к последнему произведению Леса. Сложное английское название, но смысл в том, что это водитель гоночного автомобиля Джерри. Не помню, как по-английски, не буду пытаться произносить, дабы не вызывать смех. И это произведение, оно как кульминация, это как сосредоточение вот этого подхода Леса к образному мышлению. То есть он хочет передать сам процесс, саму историю рассказать в инструменте. Лес играет эту партию на своем знаменитом шеститрунном басу Безладовом, корпус которого сделан из склейки всех известных пород древесины, которые применяются в гитаростроении, ольха, махагони, клёна, какие-то еще, которые я не знаю. Что нам нужно сделать, чтобы сыграть эту партию? Я переложил эти четырехструнного и пятиструнного баса, естественно, они будут немножко по-другому, но хотя бы можем посмотреть и сыграть, попробовать это сделать. Последний раз я играл тэппингом в году 2009, после этого вообще не играл, потому что нафиг не надо. Но сегодня я, так скажем, буду пытаться, буду пытаться вспомнить это азы. У вас, может быть, те, кто играет с тэппингом, постоянно будет это лучше получаться, но как покатит. Значит, 110. Темп ставим небольшой, слушаем. Все начинается у нас с интервала, здесь тритон называется, и звучит это так. Три, четыре. Вот такой риф, совершенно нетипичный для бас-гитары, никто так никогда не играл. Что мы здесь играем? Вверху мы играем два тритона, до, фа диез и ре, соль диез. Такие интервалы. Но мы играем пробивным ударом, указательным средним пальцем. А внизу играем хаммеры и пулы. Вот таким вот образом. Действительно, есть что-то такое гоночное, есть что-то такое скоростное в этом рифе. В общем, для общего развития вполне себе интересно. L.S. это один из немногих бас-гитаристов, который использует самый широкий арсенал техник звукоизлечения, начиная с мюта, заканчивая тэппингом, слэпом, традицией. Это не просто так, еще раз пощеркну, все вот эти приемы, они играются не просто потому, что он так захотел, ему захотел попантоваться. Нет, на самом деле, смысл в том, что эти все приемы, они позволяют ему раскрывать свой художественный потенциал в большем объеме. Позволяют ему иметь самый широкий диапазон красок для художественной реализации своих идей. Без владения этих техник невозможно играть такую музыку, потому что у вас просто будет скудный художественный запас красок. Это все равно, что художник рисует только синим цветом, к примеру, или только красным. Соответственно, ему просто необходимо, для того, чтобы его музыка звучала интересно, чтобы можно было просидеть два часа на его концерте, развлекать людей, играть разной техникой, разным звуком, постоянно варьируя, делая, накаляя и держа в интересе людей. Поэтому его подход заставил его вырасти до такого высокого уровня. Те концерты, которые я видел с Лесом, на которых он использует все техники, естественно, при игре такой музыки, здесь компрессор, мне кажется, у него раскаляется до красна, потому что без него тут никак. Когда в одном рифе у тебя и какие-то аккорды, и при этом слэп, это все по динамике по-разному, и компрессор просто необходим, иначе будет половина ничего не слышно, половина рифов теряться и т.д. Компрессор важен, но при этом с компрессором надо уметь работать, потому что он вытаскивает многие динамические вещи, но при этом он вытаскивает и говнецо. Поэтому работать с компрессором нужно очень хорошо для того, чтобы играть подобную музыку, уметь с ним взаимодействовать. Сегодня я играл на вашберне, так как тембр вашберна довольно похож на Лесовский, гораздо больше, чем джазбас, поэтому у меня выбора не было, я остановился на вашберне. И мне нравится, если двигаться в этом направлении, звучание этого инструмента в данном контексте. В итоге Лес и вообще группа Примус неоднозначно к ней относятся по-разному, не всем она приходится по вкусу. Это та музыка, то исполнение, та философия, к которой нужно привыкать. Они не делают конфету и не кладут его в рот сразу готовую, здесь нужно, эту музыку нужно распробовать для того, чтобы понять. И не всем это надо, естественно, поэтому это не для широкого круга. Но мало или много, плохо или хорошо, в любом случае, эта музыка, и Лес создал свой язык, свой определенный стиль, свою манеру исполнения, не похожую ни на кого. И это, как минимум, заслуживает уважения и внимания. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, колокольчики, любовь, доброта, хорошей вам игры. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»